Добрый день! Добрый день! Вот он! Расскажи немного, как встречали-то? Кто встречал, где, как? Ну, встречал я на своей машине. Но у меня там аккумулятор оказался севший. Мне еще батюшка позвонил заранее сегодня днем. Виней вчера. Говорит, Володя, там у тебя машина, она все нормально? Да все нормально, говорю. Встречу. Компулятор у меня разрядился. Я за два часа до этого начал смотреть. Все, пришлось к Игорю Глушкову выйти, зарядное устройство у него брать, заряжать. Ну, с одним словом, доехал, встретил я их. Слава Богу! Слава Господу! Я подумал, думаю, чем же кончится? Думаю, ну, наверное, где-то бросил, побежал пешком встречать. Да нет, нет. Ну, ладно. А как там Надежда-то? Куда она сразу пошла? Она пошла к своей сестре Нине Василине. Я так и подумал. Ну, там еще нужно, там присмотри. Там и не дрова есть, нашего ничего не брать, ни угля, ни этого. Тем более топить. Вот ты уехал, я ни разу не топил. И впереди будет сейчас, через неделю, 4 градуса только тепла. Ну, это вполне все нормально. Ну, еще, что сказать-то теперь? Все, смотри. Непосильно я работаю. Каждый раз его спрашиваю, посили тебе, брат, или нет? Ну, я говорил, для меня очень важно теперь, главный труд это Симаковский. Сколько возможно приподнять, там таять будет, еще, может быть, наберется маленько. Лед-то там еще целый, да? Не знаю, я не был вчера там. Ну, вот, найти такие мишки. Я думал, вот что. Когда будешь, если положить так, где, ну, мишки в самом начале, откуда вода-то идет, и отработкой маленько их пролить, чтобы, когда он подойдет, ему не понравилось. Там, бобру, выдрам. Ну, а дальше остальное наращивать и с той стороны там сделать закрепку какую еще забить и поднимать помаленьку. А уж, когда я приеду, там, может, видно будет. Хотя бы приподнять. Нет, это вот промыв-то, промыв-то я уже заделал. Который промыв был, я уже его заделал. И там, на той стороне, которую делали, там тоже заделал? А на той стороне мы сегодня вот с братом, даст Бог, пойдем и заделаем. Ну, в общем, так. Главное для меня это, чтобы сохранить, и было не меньше воды, чтобы могли купать все люди. Я вот еще хотел спросить. А нельзя там где-то по логу пойти посмотреть, где рыба застряла? Рыбу-то все равно выносило. Ее можно собрать? Не знаю, там сейчас сыра, глина. Она же растеклась, глина, везде. Понятно. По всем кочкам-то. Понятно. Ну, так все. Как голуба-то довезли? Да. Я его выпустил вчера. Вот потом его днем рассмотришь, какой он. Я тут и за... Я видел, у него эти на ногах. И на ногах. И у него щупчик шинен. И две сережки с боков. Такого я не видал еще. Видимо, первый раз он вылетел у кого-то здесь и ко мне забрел. Как я его тут охранял до самой темноты. Прямо садится, но он не понимает же. Он не знает, что такое кошка, ничего нет. А кошки тут я посчитал около десяти кошек. Два рыжих, два белесых. Этих четверо. Ну, и эту на шлейки выводит. А он никуда не... Как они заскочат, я стою от этого и только отгоняю. Его выгоню, он сверху на решетку сядет. Ничего не могу сделать. И, наконец, я его так напугал. Он улетел куда-то. Ну, думаю, все. Лишь бы не съели. Ну, днем смотрю, он опять здесь. И теперь сел, где вот окно в голубяти, с этой стороны вверху. А кого они? А кошки вот так вот голову задрали. Ну, они-то лопали их, уже знают где. Ну, я с этой... Сетку взял, думаю, поймаю. Нет. И когда уже стемнялось, я все карауалил его. Кошек отгонял. И потом раз его пуражкой там. Ну, и к этим занес, все, запер, задвижку. И вот они у меня вчера сидели. Вот какое дело-то. Как он мне достался? Два дня позже срока лег спать. У вас камера сдвинулась. Голова слишком низкая. Голова низкая? Ну, а ты прав. Да. А вот так ладно будет? Во, отлично. Вот так. Ну, а тут что у нас? Все остальное Николай расскажет. Мы маленько с ним тут... Игорь нас провез быстро. Ну, быстро еще там ничего не снимешь. Летит. Когда бы пешком пошли, мы бы там поснимались. Его сфотографировал бы на мосту. Мост и шикарнейший у нас. Ну, Игорь вызвался. Да ладно, давай. Он все сделал как надо. В дороге-то как, Николай, было у вас? Не тесно? Нет. Места рядом были 19-е, 20-е. Сиденья народу было наполовину. Надежда Васильевна ходила, благорестовала. Вот так. Надежда Васильевна Евангелие раздавала. Евангелие раздавала. Доброе дело. Доброе дело. Ну, когда вы садились, вас не потребовали? Нет. Сейчас без маски, без маски. Слава Богу. Нет, сейчас так уважительно все это... Ну, сильно не расслабляйтесь. Впереди будут гостиницы. Впереди будут горько-сладкие гостиницы еще. Главное, это только пробный шар был пущенный. А дальше будет видно. Я тут скину вам два ролика. Вы их выберете время. Прослушать надо. Один человек разъясняет события в Украине. Американец один. Видно, что разбирается. Его фамилия Скотт. А мне говорят, да вот он Скотт и есть такой. Ну, фамилия, во-первых, не Скотт, а Скотт-Т-Т. И он все по порядку разбирает. Все, какие события. О которых у меня интервью-то брали. Она у меня сегодня так волною идет. Я сказал, от Бога это. А что делать? Ничего не сопротивляйтесь. Вот и все. Потому что все писание. Ну, считай. Книгу Судей. В Новом Завете, когда напал Веспасиан. Нету бесполезно. Как Иеремия говорит. Бог сказал, открывайте ворота. А его убивать в колодец с грязью сбросили. Ну, и все равно захватил город. На Египет надеющийся. Кто на него опирается? На Египет. Тому трость надломлена. Проколет руку. А они уже разбили Египет и пришли к Иерусалиму. Ну, это считаемо. И кто послан был? Ну, Ходоносор. Бывают там Артаксерцы и другие. Надо научиться мыслям. Соединяясь с Богом. Простите, открой Господи. Никаких доказательств не надо. Ты должен просто понимать. Вот убили одного. А раньше было как? К какому дому ближе? С того и спрашивать. Интересный был закон. Да его можно хоть откуда притащить. Привезти мертвеца. Бросить на крыльцо. Ходить гулять. Ну, и вот так. К святому обратились. Он сказал. Не винов виновен не он. А кто? Ну, я сказал кто. Где зарытые сокровища? Все сказал. Ну, а кто? Там милиция его со всех сторонами окружала. Его взять надо? Это ваше дело. Я не обязан говорить. И все, отошел. Это у Пимена. Такой случай был. Пимен Великий. С именем Великий. Вот Василий Великий. Великий. Это не просто так Великий. А с большой буквы. Прозвище. Как Златоус. Это не фамилия. И вот здесь показывает. Как там один начальник. Хотел встретиться. Поговорить с Пименом. А он никак. И он тогда так придумал. Знаю, что у него сестра в городе. Взял. Арестовал племянника. Привестывал. И говорит. Суд будет не меньше, как казнь будет. Она там бегает, ищет. Ну и прибежала к брату. Он тебя хотел видеть. Ну иди, встреться. Скажи, чтобы он не был там сын мой. Он в это время дома был. Не пойду я никуда. А она около него буквально убивается. Тогда он взял, написал. Я письмо напишу. И написал. Если он не виновен, отпусти его. А если виновен, суди его. И больше ничего не сказал. Ну он видит, ничего не получил. Но зато у меня, говорит, теперь от него бумажка есть. Показать. Что автограф у него у меня на руках. Иные ходят на занятия. Проще автограф получить. Ну вот и все. Надо поступать так. Даль назад. О, все. Все. Отвечу-от. Продолжение следует...